Глава восьмая Глава восьмая Вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Глава восьмая Корни его между камнями врезаются, но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Глава девятая И отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могуч силою, кто восставал против Него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнает их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное бесчисла. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред Ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать Ему и приискивать себе слова пред Ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я возвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но присыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен, если судом, то сведет меня с ним. Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невиновен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра. Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтоб мог я отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Глава десятая Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне, и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною, и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня, и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожью и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Но и то скрывал ты в сердце своем, зная, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне, если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я присыщен унижением. Взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как небывший из чрева, перенесен был во гроб. Не малы ли дни мои? Ты, оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 152-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга Иова, главы с 8 по 10. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Каково действительное духовное, нравственное состояние Иова? В книге Иова представлены три взгляда на этот вопрос. Во-первых, мнение друзей Иова. Они считают, что он грешен и именно за это наказан Богом. Восьмая глава, стихи с 4 по 6. «Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». В одиннадцатой главе стихи с 4 по 6. «Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверст уста своих тебе и открыл тебе тайны премудрости, то тебе вдвое больше следовало бы понести. И так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Еще одна фраза, пятнадцатая глава стихи с 4 по 6. «Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, и твой язык говорит против тебя». В двадцатой главе стихи с 5 по 11. «Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду, утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». В целом, мнение друзей Иова сводится к тому, что Иов есть грешник, беззаконник, и именно за это на него Богом посланы все эти беды в качестве наказания. Они называют возможные грехи, которые Иов наверняка, по их мнению, совершил, раз так жестоко страдает. Однако интересно, что ни один из друзей Иова не в состоянии назвать никакого конкретного греха, в котором Иов в действительности был бы виновен. Они не могут сказать, «Ты делал на самом деле вот это, это и это, это есть грех, и потому Господь тебя наказывает». Они исходят из того, что если Иов страдает, значит, это есть результат его грехов. «Поскольку будь он праведен, он не страдал бы так». Итак, первый взгляд на духовное состояние Иова – это взгляд его друзей, они считают, что он грешник. Второй взгляд, который мы находим в книге Иова, это взгляд Всевышнего, взгляд самого Бога. Во-первых, устами автора книги Иова, первая глава, первый стих, «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла». Четыре характеристики, все свидетельствующие в пользу Иова. Эти же самые слова дважды в книге непосредственно произносит сам Господь. Первая глава, восьмой стих, «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И затем вторая книга Иова, третий стих, те же самые слова, «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Итак, Господь говорит, у Иова нет вины. Это Божья оценка Иова накануне всех происшедших событий. И далее, когда Иов отверзает уста и начинает задавать Господу вопросы, когда он выдвигает Господу обвинения, Всевышний в ответ говорит. Давайте прочитаем стихи 1, 2, 38 главы книги Иова. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей омрачающий проведение словами без смысла?» Господь здесь вменяет Иову слова без смысла. Он обвиняет его в недостатке разумения и в том, что он этот недостаток разумения озвучивает. В 40 главе стихии с 6 по 8 «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» То есть Бог вновь говоря о словах Иова, вменяет ему попытку обвинить Бога, чтобы оправдать себя. Однако Бог по-прежнему, несмотря на то, что речь уже идет о конце книги, не обвиняет Иова в беззаконии, только лишь в недостатке разумения и в ложных обвинениях против себя, которые являются следствием недостатка понимания. Более того, в последней 42 главе 7 стих вновь передает Божьи слова. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елефазу Фимонетянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». В конечном итоге, Господь заявляет о том, что Иов говорил правильнее, чем его друзья. Таким образом, у нас есть два мнения. Мнение друзей Иова и мнение самого Господа. Эти мнения прямо противоположны. Каково же мнение самого Иова касательно своего духовного состояния? Прочитаем в 14 главе книги Иова 4 стих. «Кто родится чистым от нечистого? Не один». Иов, оказывается, принимает истину о всеобщей греховности, он знает, что любой живущий на земле рождается нечистым по природе. Более того, как мы узнаем из 13 главы стихов с 23 по 26, он знает, что и он лично грешен. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой! Для чего ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Таким образом, он осознает, что в прошлом он грешил, он знает, что Господу есть, что вменить ему в качестве греха. «Однако Иов отказывается признать, что грешен в настоящий момент, что заслужил горе, которое испытывает. Он знает о том, что он грешен по природе, он знает о том, что он грешил в прошлом, однако он не соглашается, что навлек сам на себя своими беззакониями то страшное состояние, в котором находится». Вот как Иов выражает свое мнение касательно своего духовного состояния. «Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил». Это его слова к друзьям. Он говорит, «Если вы думаете, что я грешен, скажите, в чем». 7 глава стихи 20 и 21 «Если я согрешил, то что я сделаю тебе страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». И он говорит, «Если я согрешил, то я тогда нуждаюсь в прощении». Но он не видит своего греха, он не понимает, за что бы его можно было наказать. Далее 10 глава стихи 2, 6 и 7 «Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься, что ты ищешь порока я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей». Далее в 13 главе стихи с 15 по 18 и 23 «Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его, и это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав, сколько у меня пороков и грехов, покажи мне беззаконие мое и грех мой». 16 главе стихи плача и на веждах моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих и молитва моя чиста». В 23 главе стихи с 10 по 12 «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото, нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся, от заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». 27 глава стихи 5-6 «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей, крепко держал я правду мою и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Итак, мы находим, что Иов в своем мнении о себе вторит Божьей оценке, он не считает себя виновным, он не считает себя беззаконным. И после того, как Господь проговорил к нему из бури, он, как свидетельствует первые шесть стихов 42-й главы книги Иова, говорит «Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Он соглашается, что сделал высказывание, не соответствующей истине. Он соглашается о том, что не разумел, не понимал. Таким образом, единственное, в чем он признает свой грех, это недостаток разумения и слова, которые он обращал Господу. Слова, не соответствующие истине. Благая весть, которую мы слышим сегодня в Слове Божьем, заключается в том, что праведность оказывается достижима. Праведность в смысле состояния, когда все грехи прощены, когда человек не знает за собою никакой вины пред Господом. И Господь подтверждает, что это в действительности возможно, можно жить в полной гармонии с волей Божьей. и это благая весть. Господь. Продолжение следует...